Нет профессии с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. Илья Ильф и Евгений Петров. Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема нашего сегодняшнего разговора – профориентация. Что помогает, а что мешает выбрать для себя самую лучшую профессию, обсудим сегодня с Натальей Бутаковой, психологом детско-родительских отношений и профориентологом. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Екатерина. И первый вопрос, который мне хочется у вас узнать. Как вы попали в сферу профориентации? Как вы для себя ее выбрали? Что вас привело и как? Самым неожиданным образом, как всегда это бывает, на запрос своего ребенка, кем я хочу быть. Я начала искать и поняла, что в нашем городе нет кроме тестов, какой-то профориентации, а в Москве и в Петербурге классные программы нашлись. Я прям влюбилась, слетала, отучилась. И это совпало как раз со вторым декретом. А женщины в декрете это время перезагрузок, подумать, кем ты хочешь быть. И я прям, у меня это откликнулось. Прям, думаю, все, мое, хочу это делать. И плюс череда событий, которая пошла за этим. Я думаю, ну слетаю, пойму как своего ребенка, да, профориентировать и успокоиться. Ну тут узнала знакомая, говорит, а она учительница в школе, да, давай ты для наших детей проведешь. И так спрос пошел, да, знакомые-знакомые стимулировали меня прям начать эту активную деятельность. А что вот происходит в сфере профориентации, вот в школах, да, ну в стандартных каких-то решениях, которые существуют и доступны ли сейш? Как сейчас? У меня в связи с этим есть забавная история. Я когда начинала свой путь, да, я начала ходить, ну думаю, где дети, да, где целевая аудитория по школам. Договариваться, что мы придем, проведем открытый урок, кому нужно, кто не может, да, пригласить на свои курсы. Соответственно, я в одной из школ чувствую, ну прям зауч такая идет, меня провожает к классу, а у нее что-то такое, прям негатив какой-то идет внутренний. Я спрашиваю, а у вас кто-то профориентацией занимается? Она говорит, я. Ну то есть, только не ваши вот эти вот платные тренинги, а настоящие. Я вожу детей по школам, предприятиям, то есть такая классика жанра была. Вот, и я поняла, что у меня есть конкуренция в лице вот на школьной профориентации. Ну на самом деле, мы сейчас провели 48 групп, да, уже за 5 лет, с 2018 года. И когда я ребят спрашиваю, а в школе у вас есть профориентация, они, да, тестами мучают, да, то есть вот эта вся история. Они замучены, приходят, ну а чем-то тебе помог тест? Ну нет, да, потому что там и левой пяткой заполняют, так относятся к этому, как непониманию, о чем это для меня. Не пропускают через себя, через аналитику, как это делаем мы на самом деле. А расскажите, что вы на самом деле делаете, да, и я, потому что для меня тоже какую-то профориентация, это вот тест, а потом тебе выдадут, ты там, человек-человек, человек-компьютер, там, человек-природа, вот. Но я понимаю, что это очень устаревшая история. Современная профориентация, что это? Современная профориентация, про подумать Впервые, как я всегда ребятам говорю Впервые в жизни вас спросили, кем ты хочешь быть Если нашим бабушкам Нужно было высшее образование, чтобы выжить Ты человек с высшим образованием Все автоматически У тебя сложилась жизнь Ты инженером, стал врачом Всем этим почетным Сейчас другая история Ты можешь заниматься по любви Чем хочешь Время, инструменты, возможности А другая задача, что наши дети не берут И вот здесь вопрос встает про мотивацию Современная профориентация Она базируется, как я говорю, на трех китах всегда Это про понимаю себя Слышу себя Что меня мотивирует, что мне интересно Чем я готов заниматься бесконечно В своей жизни Второй момент, очень важный Это я понимаю, что в мире происходит И вот здесь у ребят, которые приходят на курс Мы их как раз градируем по шкаликам Оцени себя Вот здесь у них западает, как ни странно Казалось бы, интернет, вот, под рукой, да, смотри Следи за новостями, за всем прочим Но нет, не знают профессий современных Не знают, какие открытия, да, происходят Как будут видоизменяться эти профессии То есть, ну, нет вот этого кругозора такого Что будет дальше Ну, и третье, самое важное Как показывает моя практика В профориентации Это я умею делать выбор И здесь вот, почему я прям рвусь работать С родителями, да, как психолог детско-родительских отношений Я прям вначале стала профориентологом Потом пошла именно в психологию Потому что частые истории, которые нас обескураживали Ребенок придет, что-то выбрал Родитель говорит, фу, что попало, да, выбрал Там денег нет, там еще что-то, да То есть, по своим критериям Он такой, вроде, ты иди, выбери все, что хочешь Выбери, но пойдешь учиться на бухгалтере У меня знакомая так дочку отправила Ты вначале отучись, а потом своим визажем ты и займешься Если захочется Есть тоже такие истории, да Люди с высшим образованием Работают там, где оно, по сути, не нужно Но здесь момент вот именно Сложность сделать выбор Мы так Теорию поколения же знаешь, да Вот я прям ее люблю И родителям очень часто То пандемия особенно проводила Бесплатные мероприятия Родительские собрания там и все прочее Показывала теорию поколений Чем наши дети отличаются от нас Сейчас у меня есть видео, да Если кому-то надо, Наталья Бутакова Можете написать мне, да Оно есть залитое Могу скинуть ссылку, чтобы не отнимать время Показать, чем мы отличаемся от наших детей Почему наше поколение стремится нашим детям Да дать вот все Солому везде накидать вначале На все кружки отвезти Перекормить всем, да А потом говорит, мой ребенок ничего не хочет Мотивации нет Выбор делать не умеет Потому что мы мамское свое не можем отпустить Очень прям Я на себе, да, испытываю каждый раз Там ребенка куда-то Понимая, что ему там будет хорошо, лучше Для него в плане обучения, карьеры Но это же оторвать надо от себя Отпустить самостоятельную жизнь И на телефоне сидишь такой Да, тяжело Поэтому у нас парадокс такой Странный наблюдается Именно в плане Возможностей много Да, все открыто Иди куда хочу Занимайся чем хочешь Но нет решимости, наверное, у детей Нет умения учиться Будущее за междисциплинарностью Если я правильно понимаю Да Есть же как раз термин Про слэш-карьеры Слышишь? Нет, расскажи Это про то, что раньше мы выбирали Что-то одно И вот прям глубоко И все прочее А сейчас нормально Что ты пробуешь себя Во многих вещах Слэш Либо Т-карьера Да, сейчас есть И в какой-то момент Ты понимаешь Ой, я хочу вот здесь развиваться Да Дошел до предела Своего интереса Возможности Да А что я еще умею? Поэтому Возвращаясь к твоему вопросу Да Что такое современная Профориентация? Мы не учим детей Выбирать что-то одно И навсегда Да За этим может стоять разочарование Элементарное разочарование Я пошел, поступил в ВУЗ На это направление Какой-то не такой преподаватель Появился Да Все, мне здесь не нравится Да Или этот предмет Как-то не так преподают Все А здесь базовый набор понимания О чем я Да Что мне интересно Какие у меня есть компетенции За счет этого Можно выстроить план А Я пойду по нему Да План Б И план С Мне не будет это все интересно Да Я перейду сюда Сейчас наши дети Вот с клиповым мышлением Очень быстро теряют интерес Да И туда уходят Возвращаясь к себе Я думаю сейчас Да Если не история То что бы И я понимаю Что я в любой бы сфере С моим интересом Да С моим погружением И старанием Я бы состоялась Вот поэтому здесь Ну не нужно искать что-то одно Наоборот Нужно пробовать и понимать Это как шутку Недавно услышала Про то Что с карьерами Сейчас так Сначала ты Значит закончу школу У тебя появляется молочная карьера Потом она выпадет И нарастет коренная Да По сути да А у нас Ловушки мозга Да Срабатывают Нам хочется сесть И придумать Самую-самую профессию Особенно для родителей Галочку поставить Я молодец Я помог ребенку выбрать Все он пошел туда Фу Все хорошо Да В этом направлении Главный навык Жить в условиях Неопределенности Научиться Да Везде Бросают После первого курса Поступили радостные Все я на бюджете Классный вуз И туда Вот это осознание Зачем Прям Тоже ездила в район Проводила профориентацию Для знакомых Друзей своих Для ребят Они собрали И там была девушка Она говорит К нам приехали Все классно рассказали Я поняла В этот вуз Все В эту картинку Влюбилась Поехала А ничего такого Не оказалось На месте Да Ну то есть Сосватали Классно Красиво И все И она говорит Я проучилась Первую сессию не задала Родителям не сказала Что мне не нравится Да То есть затянула Эту историю на год Хотя потом я ей показываю Ты классно училась Да Были шансы перехода Поменять что-то где-то Но вот это внутреннее Я боюсь сделать выбор Да Я боюсь сказать Что не так И я понимаю Что до сих пор У нее вот этот страх Мама сказала Мне не говорить соседям Да Я не буду А что подумают люди Да Вот это вот Что подумают люди Это очень сильно На нас влияет Вы смотрите Вы получается Консультируете онлайн Офлайн Большое количество Там за 5 лет Подростков Проконсультировали Как вообще Они обращаются То есть С какими запросами Они приходят И вообще Они ли приходят Или все-таки это родители Кто кого приводит Это тоже забавная история Когда мы поняли Вот походили по школам Наверное выступление 20-30 Мы сделали в школах Для школьников И пара человек После подходили Там что-то уточняли То есть мы поняли Что у ребят Проблем нет У них все хорошо Есть проблемы У родителей Как раз Начали проводить собрания И как раз У нас есть фишка Мы на курс Принимаем всех Но в первый день Ребенок сам приходит И мы рассказываем Что будет происходить Знакомимся с ним Что-то уже делаем Про себя Упражнение И в этот момент В конце Ребенок принимает решение Останется он с нами Или мы возвращаем Всю сумму целиком Это позволяет родителям Сказать ребенку В 8 утра В 10 У тебя тренер То есть Хоть связанными Хоть какими Я говорю Пожалуйста Доставляйте своих детей А там уже За ними решение Таким образом Мы снимаем Мы накладываем На них ответственность Что мы даем им инструмент А вы берете Тогда они включаются В работу Реально Первая встреча Выглядит вот так Топор напряжения Такой в воздухе Все меня заперли И мы прям Первый вопрос Спрашиваем Кто пришел добровольно А кого родители отправили Но есть добровольцы Редкие Вот знаешь Наверное больше 600 человек У нас прошло через курс И есть Ну человек 5 Максимум 10 Кто сам позвонил Сам связался И маме сказала Я хочу Да Оплати пожалуйста Это правда редкая история Интересно И что приносят родители Мы хотим Чтобы он стал программистом Или что Это тоже Родительский запрос Классный Делятся на осознанных родителей Я хочу Чтобы ребенок выбрал То что по душе Что ему подходит Любую Я приму все Есть такие Которые Мы бы хотели Чтобы вы Ему нанесли Вот эту мысль То есть Нас подписывают Под что-то такое Чего они хотят Есть родители Идеалисты Когда им Даешь обратную связь Говоришь Ну ваш ребенок Не про это Мы же считываем Как ребенок Работает в группе И я прихожу Наблюдаю еще Как он проявляется В человеческих своих Качествах И скиллах Я говорю Не будет программистом Слишком коммуникабельный Да Коммуникабельный Оперативный То есть это Ну явно ему будет Скучно Грустно Нет У нас есть мечта Мы хотим Говорю Окей Я за вами понаблюдаю И что делать Вот конфликт И межпоколенческий И детско-родительский Когда у родителей одно У ребенка другое Что-то Профорентолог Как-то с этим работает Или Это уже К психологу ближе Кого-то отправляют К психологу Прям На проработку Особенно если У ребенка страхи Особенно если Он в жертву уже вошел И родитель Вот прям Опекает И в эту игру Включился Я говорю Что Дайте свободу Ребенку все равно Повзрослеть У нас Мы очень Трагично Относимся к ошибкам О да Это да Это вот прям все Сейчас очень много Ресурсов Которые позволяют Бесплатно Да В школьные годы Попробовать Разные направления И понять Мое не мое Мой ребенок Четыре года Со второго класса Занималась Работотехникой В шестом классе Она говорит Все я поняла Не хочу сейчас Вот это для меня ясно Не хочу Пошла там Создание игр И прочее Пробовать На себе Вот эта история Работает Не сидеть Не ждать Никогда Только через Действительность Однозначно И вот эти ошибки Самые Набирать опыт ошибок Когда спрашиваешь Детей А почему бросил Вот часто Мне кто-то не понравился То есть достаточно Дальнейшей коммуникации Правильной Родительской коммуникации Давай поговорим Об этом Насколько это ценно Насколько перспективно Насколько стоит Это того Что ты сейчас бросишь И все Ты себе перекрываешь Возможности Дальнейшей Выстроить карьеру Из-за одного Какого-то человека Или недопонимания С этим человеком Вот Поэтому очень важна Родительская поддержка И ее Нужно правильно Оказывать То есть Родители Когда я училась На секретах Детского поведения Юрий Николаевич Говорил Родители Должны быть хитренькими То есть Гибкими Нужно Показывать ребенку Границы Но чувствовать Когда он их перерастает То есть Выходить за них Доверять Показывать Что ты доверяешь Ты справишься Ты доверяешь Ошибки В опыт Погладив После чувствовала Идем дальше Да Вот это делает Убирает нервозность Из выбора Все Любой ценой Мне надо выбрать Очень напряжение Чувствуется Детей За которым стоит Родительское напряжение Когда они приходят Прям Мне надо выбрать Любой ценой А здесь что-то происходит Не то что я ждал Понимание идет Что это тренинг Он там 5 дней занимает В пятый день Мы все соберем То есть такое Кто-то Классные же дети Они непосредственные Кто-то говорит Я думал Мне здесь скажут Кем-нибудь Придет кто-то взрослый И все объяснит Да А еще лучше Штамп поставят Все Иди Было бы удобно Поэтому очень часто Такие Ну Незабавные истории Наверное Когда Роль лидера Да Сильна у ребят Мне учитель сказал У тебя вот это Получается Классно Да Я послушал Пошел В историка Какой он там Класс Понял Вообще не мое А я уже здесь А я уже олимпиадами Оброс Да Я уже себе стратегию Простроил И как быть Да Я вообще про экономику И хочу туда Вот здесь момент Почему Чем раньше начинаем Да В 13-14 лет Вот прям уже Те возможности появляются Поступать в профильные лицеи Я была в Инополисе У них школу берут Только в седьмом классе И все И у них Ну Выстроена программа Это пятилетняя Больше никогда не узнаешь Да У нас только начинают В седьмом классе Шевелиться Что еще есть Вот Поэтому здесь такие моменты В летово Да Тоже с восьмого класса Поступить Можно В профильные какие-то классы В 124 лицеи В 42-ю Уже можно специализацию выбирать А если ты до этого Ничего не попробовал Да Ты о себе Ничего и не знаешь Да А в связи с этим вопрос Вы верите в предназначение Что вот есть дети Которые прям родились И по ним вот уже понятно Что вот Доктор растет По нему видно Вот такие вот вещи У меня был период увлечения Там нумерологии Астрологии Вот это всего Я верю Что ответы Все внутри нас есть Да И поэтому Моя цель Как раз Курсов и всего прочего Родители отодвинуть Да Сказать Дайте проявиться ребенку Он сам знает Обо всем Только он себе не доверяет Да Себе не слышит И А какими это инструментами Будет Ну неважно Если у него Откликнется там Нумерология Да Какое-то слово Но не только Вот прям Все мне сказали Вот туда Да Прописная вера Я ему верю Себя услышала Что у тебя откликнулось Да Какое слово Что тебя зацепило Да Какой интерес Да Сходи попробуй Вот про это Предназначение Оно такое Заезжено Жестая рамка Да Да Предназначение Мне кажется Это наоборот В том Чтобы жить счастливо Да То есть у нас У всех одно предназначение Да И это облегчает А каким способом Ты будешь это достигать Да Вот прям у нас Перегрета Тоже тема Выбора профессии В плане важности Да Она важная Но Иногда чересчур Да И поэтому Все Все что не ведет Вот к той цели Которую я хочу Любой ценой Нам кажется Это единственная дорога А бывает Что иногда надо Походить Повилять где-то И она Ну опять же Это право на ошибку Да Безусловно Есть мем где-то Путь к успеху Как значит он выглядит со стороны Здесь точка А Да Здесь точка Б Успех Как это было на самом деле Вот так вот Всяко разное И потом только успех Я успокаиваю ребят Что которые приходят Я говорю И они видят Почему групповая динамика У нас классная Во-первых Они выдыхают Что не я один Не знаю Да Вот все пришли Разбираться В какой-то момент У детей Мне нравится этот момент Безумно Загораются глаза Я понял Все я про себя понял Я сюда не хожу И это тоже классный результат Я пришел с этой идеей Она точно не про меня Не мое Я думала Это одно А оно вообще Проверил гипотезу Да А мне нравится вот это Я пойду это проверять Но это не факт Что останется мое Но глаза загорелись Он понял А есть дети Которые сидят А что было Это не про меня А что-то я пропустил Наш мозг Он же все равно Информацию Не на 100% усваивает Поэтому здесь момент Я говорю Кто-то вот в одном шаге До выбора профессии Ему легко У него слово встало Пазл вложился А кто-то прям Вот этот вот Путь, который ты нарисовала Он в самом начале И поэтому Чем раньше начинается Вот с 13 лет Мы берем На профориентацию Прямо на групповую Тем проще становится Тем интереснее Про себя познавать Я знаю Профориентологи Всегда мониторят Футурологию Будущее Куда мы идем Какой будет рынок Труда Через 5-10 лет Ваши прогнозы Что произойдет С рынком В какие стороны Посмотреть Где перспективы Что где откроются Какие порталы Возможностей Ну и вообще А что умрет Навсегда Какие профессии И куда лучше вообще Ну просто даже Не тратить время У нас как раз Есть Этот год Который показал Вот навык Жить в условиях Неопределенности Он классный Потому что На уровне государства Страны Все может Кардинально развернуться Я как историк Детям всегда Говорю Ребята Вы живете В эпоху Просто невероятных Перемен Но вы это Еще не ощущаете Не знаете Да Вот прям Геополитика Вся меняется А в соответствии С этим Вот Вроде бы Ушли айтишники Все кинулись В айти Сферу В этом году Там Подскочил Прям проходной бал В айти Хотя их добавили Да Там На 20 пунктов Это очень много Да Обычно там 10-15 процентов Большой спрос Родители все такие Аа Ушли айтишники Значит Ребенок пойдет В айти На самом деле История-то другая Да Ушли айтишники Но не все И высококлассные Многие айтишники Вышли на рынок Наоборот Да И конкуренция Новичков Высоклассных Она такая Не в этой теме Поэтому здесь Предсказывать что-то Все интересно Если бы Мы объективно Посмотрели на нашу экономику Мы бы поняли Что нам реально Не хватает инженеров Да Самолетостроения Автомобилестроения Если бы государство Наше сказало Мы будем этим заниматься Да Мы будем это развивать Тогда Есть смысл Да Но сейчас Мы пока В новостях Радуемся Про курсы нефти Там и все прочее Все-таки мы остаемся Развивающейся Немножко сырьевой Да Не буду обижать Нашу страну Сырьевой державой Бюджет Который держится На этих вещах Если мы Сделаем этот супер Рывок Классный В технологический Прорыв Тогда да Тогда нам нужны Классные специалисты В сфере IT В инженерии Во всех этих вещах Которые закладывают Базу Других государств Надеемся На открытие Мира Чтобы Возможность Потому что Есть дети Классные Талантливые Которые Могут Мировую историю Вершить Когда я смотрю На некоторых Я прям понимаю Их огненный потенциал Там второй Илон Маск Пришел С такими Знаниями Амбициями Про непредсказуемость В 2014 году Оси Исколкова Выпустили Атлас новых Профессий И одна из игр Там называется Как раз Про уходящие Профессии Она называется Курьер Прощай А сейчас Нам слышно И снова Здравствуй То есть Такое было Момент Интересный Поэтому Прогностика Она такая Интересная Но однозначно Трендово Что мы будем Более технологичными Несмотря ни на что Что увеличивается Возраст Возможность Жить Жизнь До 130 лет Нам обещают И поэтому Нужно Хранить Беречь здоровье Да И соответственно Думать А чем я еще могу Заняться В своей жизни Это как раз Дает возможность Попробовать Многое в своей жизни В профессиональном плане Идти за своим интересом Реализовываться А вот В психологии Есть еще направление Типология Личности Различные Вот по вашему опыту Насколько это Рабочая история Что вот есть Тип личности Ему больше подойдет Такая-то сфера Например Что тип личности Влияет на Профориентацию В том числе Да Есть Мы используем тест Типологии личности Но как он показывает Сегодня человек в одном настроении Завтра он другой тип личности Да То есть он скачущий Но какие-то вещи Мы всегда все тесты пропускаем Через себя Читает ребенок буквально Да И подчеркивает Что у тебя откликнулось Какая фраза Почему ты думаешь Что это про тебя В глубину идем Подсказка Да Ну вот прям Я такой нет Подросткам Здесь психология Подросткового возраста Срабатывает Все подростки Начинают Социализироваться Да И для них окружение Становится важно Если у меня здесь неудачи Я закрываюсь Не пойду туда Не хочу быть лохом Да Да Не круто чего-то не знать Да Вот эта история Все начинает срабатывать Поэтому Родители не понимают Почему я хочу запустить Курс для родителей Да Как помочь ребенку С выбором профессии Почему я форум делаю Да Чтобы было комплексное понимание Что до выбора профессии Лучше бы закрыть Вот эти психологические Все моменты с ребенком Проговорить Ты нормальный Это возраст Да Все пройдет То есть Чтобы он не решил Все Я интроверт У нас бывают Забавные случаи Когда родитель Ну Ребенка отправляет На курс и говорит Мой ребенок социофоб Ну интроверт Там все Его не снимать Нет Я захожу на группу И пытаюсь найти Этого интроверта А его нет Он спрятался Он спрятался Потому что он активно болтает Да То есть он для мамы Он интроверт Все Не заходите ко мне в комнату Я ни с кем не общаюсь Нигде А в коллективе Он совершенно по-другому Открывается Если мы ему вешаем И принимаем его ярлык Что он такой Мы не даем ему шанс В новом коллективе Проявиться Как он хочет Как он есть На самом деле В конце Все уже нормально Однозначно Давайте сформулируем Мы привыкли Большой У нас на курсе Готово Так давайте еще раз Резюмируем Я вот родитель Хочу чтобы Моего ребенка Максимально гладко Прошел процесс Выбора профессии Я смотрю на него Без ожидания Без своих проекций Я помогаю ей Уметь ошибаться Не бояться этого А вот как выбор Еще потренировать Самый вот этот Наблюдать Мы родители Видим с детства Что у ребенка Хорошо получается Какой он И вот это подсказывает Давай ты вот это попробуй Не ты завтра Вот сюда В этот кружок Я тебя записала А вот я вижу В твоих качествах Есть вот этот Давай попробуем Вот сюда сходить И условия Походишь там Две недели Родители Сходи хоть раз Он раз сходит Ну все Мне не нравится Я главный тут Когда мы изначально Ставим в пленебинах Менятие решений Детей главными То они такие Ну да Ну буду Вот Поэтому давать Возможность проявляться Я всегда говорю Что Не в голове надо сидеть Идти И пробовать Делать Но Не болезненно К этому относиться А как К опыту А что тебе там Не понравилось Давай посмотрим Объективно Субъективно Какая оценка была Тебе же нравится Бегать с ленточкой Классно Красиво Тренер На тебя гыкнуло Значит Я попрошу ее Как-то с тобой По-другому Если возможно Общаться Всегда есть Поле для диалога Если хочется Если вы видите Что ребенок в этом Поэтому здесь Ну поддержать правильно Иногда отойти Правда Дать ошибку Ошибку свою И доверять Своему ребенку Вот прям Берить У нас прям На старте Я всегда Родителям В анкете Спрашиваю Как вы видите Будущее своего ребенка И когда они пишут Сразу видно Как они относятся К своему ребенку Сейчас У кого это вызывает Напряжение У кого веру Что классный ребенок У него все получится Это самое простое Наверное упражнение Плюс еще Классное упражнение Меня отпустила В свое время Барбара Шер Да книжка Про сканеров Да Про сканеров Которые Да Что есть те Которые Надо Ты пошел в музыкалку Надо семья заходить Да И вот все До последнего Да Есть там 5% Которые тебя благодарят Потом все Ок Классно У меня получилось Спасибо мама Что ты настояла Но большинство Те кто не Сканеры Которые Нажено попробовать Здесь Здесь И здесь И это нормально Я сама такая Я прям выдохнулась Спасибо Барбара За книжку Да То есть Можно пробовать Хоть до 130 лет Конечно В этом и интерес жизни Что ты не идешь Не на любимый кружок Да И плюешься И мама так сказала Да Это подопляет волю Мотивацию Все прочее А ты идешь Потому что тебе нравится Да Сейчас я не в настроении Не хочу Это как у меня с тренировками Хочу ли я всегда заниматься Да нет Конечно Да Но я знаю Что я приведу себя в зал Да Пожалуюсь тренеру Что-то у меня нет настроения Он говорит Ну давай полигонечку Сделаем Ну сделаем Да И вот Главное запустить этот процесс Главное Понять что с тобой не так А есть ли что-то Ну вот опять же С родительской позиции Пытаюсь посмотреть Что Ну вот Профориентарь Ну как бы Профильный класс Ну это понятно Да Там есть какие-то вещи Специализированные Которые требуют Много времени Там много усилий Специализированные знания А есть ли какие-то Универсальные Там знания Умения Навыки Компетенции Что вот В какую бы ты профессию Не пошел В итоге Ну вот это тебе Прям пригодится Развивай Развивай Однозначно Умение учиться Умение учить Однозначно Вот просто Умение Креативить Даже вот Бизнес Да Вот это все Оно Когда строится На креативе Идешь и думаешь Как классно Он придумал Да Вот соединение Да что-то там Подсмотреть И здорово сделать Когда я была В Иннополисе Это была моя мечта Такая Я когда занялась Профориентацией В Новосибирске Я была у них На выступлении Думаю Какой классный вуз Какой классный город Инновационный Технологический Кремниевая долина Наша новая Я приезжаю И Катя такая Говорит А с вами хочет Еще профессор Из Канады Пообщаться Я говорю Я языка не знаю Я переведу И мы с ним Начали когда общаться Он классный В свободном Как раз проявлении И он говорит Ваши студенты Когда зашел разговор Они Им даешь вводную Давайте придумаем Что-то Они сидят И ждут от тебя Еще каких-то данных А что креатив То есть Вот этой самостоятельности Нет Идей подкидывать А давайте Давайте что-нибудь сделаем Поэтому умение учиться Организовать свой процесс Если ребенок Во втором классе Уже не сам учится Не для себя Это вопрос Цель Поставить себе Чтобы ребенок сам Сам учился Для себя Не уповать на эти оценки Да Они Ну правда Уже не отражают Никогда ничего И нигде Наоборот Медвежью услугу делать Что мы застреваем В этом Все Я Особенно болезненная Отличница Да О, да Комплекс Отличница Наша Коммуницировать Поэтому Есть прям Курсы Умение учиться Да То есть Я думаю Что родители При желании Сами могут Дипломатично Сказать Это твоя задача Это прям Самостоятельность Есть ли что-то еще Что бы вам Хотелось сказать Дополнить Какое-то послание Для наших зрителей Что для вас Важного И ценного Ну Больше ошибаться Самое интересное Когда я училась Отличница Такая Пришла В профориентацию И принимал Супервизор Гоша Такой расслабленный Товарищ Психолог Он говорил Там Нужно было Часть Представить Что ты выучил Я так В пиджачке Он говорит Наташа Научись Ложать От души И этот совет Я теперь передаю Всем Ну прям Не заходить В эту колею Самобичевания А улыбнуться Классно Налажал Классный опыт Пойдем дальше Для чего-то он нужен Вот Поэтому В профориентации Так же Попробовал Честно себе сказал Что-то меня смущает Давай я разберусь Что Не идти в это Не уповать Я сильно Я справлюсь Если не идет Значит нужно смотреть А почему не идет И родители В этом плане Ну прям Семейная команда Да Последнее время Я как раз Работаю над этим Проектом Родитель Специалист Ребенок В сплочении Семейной команды За этим успехом За этим счастьем Спасибо большое За эту вдохновляющую беседу Хочется верить Что людей Влюбленных В свою профессию Уверенных В своем выборе Станет больше А следующая наша встреча Будет посвящена Онкопсихологии Что делать Семье Столкнувшись С онкологией Как помочь Себе Или своему близкому Прожить этот Непростой период Обсудим До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok